Девушки отдыхают Девушки отдыхают Виктор Резников был обычным мальчиком, каких были тысячи в Советском Союзе. На берегу Черного моря в городе Анапе прошли его школьные годы. Закрыв за собой школьную дверь навсегда, Виктор твердо знал, в этом огромном океане жизни ему никто не поможет, всего нужно добиваться своими силами. С этими мыслями он шагнул во взрослую жизнь, и первые шаги были весьма успешны. Служба в погранвойсках, диплом с отличием высшей школы МВД, пуст инспектора уголовного розыска в родном городе, брак с прекрасной женщиной, собственный бизнес. Другие могли бы только мечтать жить так, как жила семья Резниковых. Но сказка была недолгой. Одно за другим с ними начали происходить события, о которых они впоследствии не смогут молчать. Но в то время они не могли жить. А вот передо мной лежит рукопись, или можно сказать верстка книги, которая еще не издана, о вашей жизни. Быль. Написано, что это быль. То есть это прошло через вашу жизнь, через ваше сердце. Здесь ваша фотография. У вас красивая жена. Спасибо. Почему вы назвали так вообще свою книгу «Помилованные»? Что за этим стоит? Только то, что вас стреляли в упор, и вы остались живы? И это все? Или есть что-то более глубокое в этом слове? Дело в том, что сейчас, оглядываясь на свою жизнь назад, на все эти прожитые годы, уже с высоты тех познаний, которые мы сейчас уже получили, о Боге, то, чего раньше не знали, я сейчас могу однозначно сказать, всей ответственностью, что с момента моего детства, это, наверное, от другого матери, Господь меня вел. Господь меня вел, и я это осознаю сейчас, к большому сожалению, что я на свою прошлую жизнь, вот, понимаешь, посмотрю, как тебе сказать, с сожалением. Почему с сожалением? Потому что жил без Бога. Потому что жил, знаешь, по своей воле, по своим прихотям, по своим принципам. Ну, Виктор, простите, я вам так хочу возразить немного. Ну, как без Бога? Ну, все люди с Богом, вот вы говорите, любого человека встретить 21 век на дворе, люди с Богом. Саша, знаешь, мы не знали Бога так, как мы его знаем сейчас. Да, мы участвовали, мы знали, мы знали, мы, я не отвергал никогда в своей жизни Бога, никогда. Потому что, я помню, с детства моя бабушка, вот они, это самые яркие воспоминания о моей бабушке, да, которая собирала у нас внуков, так, мы вместе молились с ней, ну, она православная была, но это был искренний верующий человек, так, она нас учила и многому учила. Мать-ка-то была занята, отец, я вырос без отца, я не помню отца своего вообще. Так, я, да, чем могла, она нас учила, она сама имела два класса, церковно-приходской школы образования, да, она научила меня грамоте еще до школы, научила молитве отче наш, так, научила, возила нас в церковь, то есть, ты знаешь, было такое чувство, что не было противления против Бога никогда, что он и есть, но в полном объеме, как вот мы сейчас знаем, да, мы так его, я так его не знал. Приятно слышать Богу, прежде всего, что вы признаете то, что каждый шаг вашей жизни все-таки сопровождали, ангелы сопровождала Божья рука, Божья охрана. Ну, вот давайте, как бы, постепенно немножко познакомьте нас, зрители, слушатели, познакомьте вообще, что произошло в вашей жизни, такие знаменательные поворотные моменты, может быть, стоит прямо начать, буквально с 93-го года или немножко, что предшествовало тому, что произошло в 93-м году. И знаешь, бизнес очень захватывает, так, и в голове не остается времени подумать о чем-то другом, только мысли о чем, как заработать, как можно больше, больше, больше остановки нет. Пока была маленькая квартира, довольствовались ей, так, потом построили дом трехэтажный, мало. Была машина Жигули, сделал сам ее, захотелось получше. Уже появился на Мерседес 600-й, мало, не нравится, надо с филюровым салоном, надо удлиненный. То есть, ограничения, Саша, нету. То есть, вот в гонке за наживой нету остановок. А зачем больше? Что лежит в основе желания большего? Я бы сказал, потребность, неограниченная потребность человека к стремлению постоянной. Остановки, Саша, нет в человеческом вообще существе. Он не может в человеческой природе остановиться. Да ему миллион, да ему миллиард, он не остановится. Ему захочется идти здесь, нету остановки. Конец 80-х, начало 90-х годов в России, это вообще бурные годы, которые, может быть, еще историки когда-то оценят их, как годы полного беспредела. Потому что появился вакуум в законодательстве. Так, правовая база не успевала за теми преступлениями, которые возникли. Объясните это немножко больше. Что значит возникли нового рода преступления? Абсолютно. Это такие понятия, как рэкет. Она вообще не хватала с действиями Уголовного кодекса. Та статья, которая была в бывшем Уголовном кодексе, статья 77-я о бандитизме, она в полной мере не охватывала действия новых форм совершенного преступления. Необходимо было срочно перестроить всю законодательную базу. Ну, например, Виктор, простите, что я наивный, да и я молодой человек в этом отношении, и вообще не знаком с этим. Ну, скажем, ну, неужели законодательные органы не подразумевали убийство, насильственное убийство, умышленное убийство? Что нового можно добавить к этому? Были статьи, и они... были статьи об убийстве, и об умышленном убийстве, и тяжких телесных повреждений. Были. Но, понимающим, дело, что происходит? Взлет, взлет преступности, именно взлет преступности, вот эти организованные банды, будем говорить так, под видом, я не знаю, ну, под видом бизнеса, под видами охраны, под видом крыш, то есть каким-то образом назывались они, да, что подобраться со стороны закона было очень тяжело. Нужно было срочно менять законодательную базу, добавлять, чтобы носить изменения. Это требовалось время. У преступников это время 24 часа в сутки есть, так, а законодателям необходимо было время, чтобы догнать это все, чтобы это остановить, поэтому было очень много проблем. В конце 92-го года стал вопрос о выдвижении кандидатуры мэра, я был один из кандидатов. Мы только 19 января 93-го года, мы провели переговоры с корреспондентами, приехали с Краснодара в нашем ресторане. Завтра нужно было ехать в Краснодар, и мы с моим товарищем подъехали к его дому, необходимо было позвонить, какие созвонки сделать с Краснодаром. Только мы подъехали к его дому. Девятиэтажный дом, где он жил на первом этаже, парковка машин, несколько машин стояло. Мы с ним запарковались, как раз под фонарями, стоял стол с освещением. И продолжаем с ним разговаривать. Я уже приготовился выходить, и в эту секунду, как только я отклонил голову, раздались отрезки, даже не понял сначала, что это, потом понял, что это стреляют. Так, и я мгновенно выпал, я выпал из машины, открыта была дверца, я открыл сразу мгновенно дверцу, это была девятка машина, уже там поместиться особо некуда. Я упал на плечо, а ноги мои остались на машине, товарищ упал на мое место. Вторая очередь, третья очередь, уже... То есть, что вы имеете в виду очередь? Это не с пистолета стреляет? Ну, 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 это автомат. Я сам бывший военный, я прекрасно знаю. Это автомат, это автомат, и он бил короткими, длинными очередями, 30 патронов в патроннике. Он был, я слышу, он, характерный звук затвора, когда заканчиваются патроны, раздается ляск. После каждых 30 выстрелов, да? А вот все, он заканчивается, рожок заканчивается автоматный, все 30 пуль вылетели. Я там с Сашей говорю, компаньон, говорю, выдергиваю, он раненый был. Из машины, сейчас нас добьют, а себе перезаряет он. Я выхватываю его, и мы забежали в подъезд, приехала скорая, мы вызвали. Даже не сейчас не помню, кто это вызвал, потому что, знаешь, это было в таком переживании, волнении. Я выхожу, уже люди стоят, милиция приехала. Начальник Волонородской был тогда Щербако, Виктор Павлович, это бывший мой коллега. Говорит, ну, ты Виктор в рубашке родился. А я знаю, что я так хожу в таком ажиотаже, да? Я говорю, какая рубашка? Виктор, говорю, это Бог нас спас. Бог, говорю, ты посмотри, машина, Саша, в решето. Ничего стекла нету, пробиты двери, пробита самая. Я когда лежал, у меня тут пули здесь, вот, знаешь, когда бивается, воссадь, они бьются, и огонь вылетает. Ну, ночью нахи, хорошо это все видно. Я, Бог, говорю, Бог, говорю, нас спас. Так, ну, они смотрят на меня, как на полуумную, знаешь, я такой хожу, в этом все еще переживание. Так, переговорили мы, ну, товарищу оказали помощь. Так, потом на следующий день мы собрались с этим товарищем, начали разговаривать. Я говорю, ну, что будем делать? Я говорю, надо искать, иначе, раз уже заказ поступил от конкурентов. Вы уже понимали, что это заказ, да? Это был конкретный заказ. Мы потом убедились в этом. Ну, мы сорганизовались, я знаю методы оперативной работы, в связи с тем, что сам работал в уголовном розыске, когда-то. Через неделю мы этих преступников нашли, которые стреляли. Сами их нашли. Без милиции, без помощи милиции. Один из них бывший афганец, воевал в Афганистане, который стрелял. Я как вам сам рассказывал, это я вот бил на верочку. Я вот увидел, когда вы подъехали. Я первую очередь, говорит, вам бил в головы, чтобы сразу. Вторую очередь бил на добивание, ну, а третью уже контрольную. Так. Вот ты мне скажи, кто убрал эти пули? Тридцать пуль, машина в решето. Во мне ни одной пули. Так, я же, это только Господь, это только Бог, ты знаешь, спас. То есть даже внешне, пытаясь объяснить это, вы хотите сказать, что когда вы открыли дверцу и вы наклонились, это и был тот момент, когда он начал стрелять. Вам было удобнее выпасть. Саша, это я сейчас так говорю. Ну да. И тогда я так говорил, что я там такой, знаешь, ловкий, так вот я выходил. Ты знаешь, мне кажется, это какая-то божья сила. Это меня буквально наклонило, потому что пули у меня, это сейчас я так подстрижен коротко, у меня были волосы побольше. Я буквально чувствовал эти пули, они прошли возле сводок, задели мои волосы, будем говорить так. Там не хватило буквально сантиметров, чтобы они были во мне, в моей голове. Казалось бы, знаешь, в тот момент, да, остановись. Вот остановись, задумайся, что-то в твоей жизни происходит не то, что-то, нужно изменить что-то. Мысли остались только мыслями. Виктору придется еще не раз задуматься о пути, по которому он шел до сели. Но сейчас судьба приготовила ему новый удар. Похитили старшего сына, Сергея. Одноклассницы, с которыми он был в тот день на пляже, приоткрыли завесу его исчезновения. Подошли двое, чеченской национальности, попросили толкнуть машину. После этого мальчика никто не видел. Где сын второй день, сына нет. В больнице, морге, милицию, где только можно, нету нигде его сына. Затем поступает, где-то через третий день, все эти мыторства, поступает звонок к нам домой. Голос с таким явным акцентом кавказским, говорит мне мужчина, Виктор, ты, да, ты хочешь своего сына получить обратно? Я говорю, да. Приготовь 100 миллионов рублей. Это 93-й год. Это большие деньги были для меня. Если и привезешь, называет мне место в Чечне, между Хасавюртом, это Дагестан, и от Анапы тысячи километров надо ехать. И там, на границе, мы тебе отдадим детей, а ты нам деньги. А потом говорит, если не привезешь деньги, получишь своего сына в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем. Саш, ты понимаешь, на тот момент, да, то, что я услышал, да, это ну, для женщин тяжело, а для меня еще, я не знаю, для меня это тоже было очень тяжело. Это все равно, что тебе отрубили руки и ноги. Ты не знаешь, что делать. Они предупреждают, в милицию пойдешь, у нас там люди, это самое, то же самое, мы твоего сына убьем, если кого-то подключишь. Я, ты знаешь, я не знал, что мне делать. Тут весь быстро облетел в городе, город у нас небольшой. Так, многие люди там ну, пытались каким-то образом помочь, что деньги приносил, узнали, что уже выкуп требуют. Но это был весь разговор, то есть это все? Все конкретно сказано, назначен день встречи, время встречи назначено. Вот такое-то время, такой-то день, ты должен быть там-то. С деньгами. Много срок какой был дан? Три дня был срок дан. Ух ты. Да, вот после этого разговора, через три дня я должен был быть там, привезти эти деньги. В эту же ночь, я ты знаешь, такое нахожусь в абсурдной прострации, так, идти, не идти, к самому действию предпринимать. Так, выверт, такие денег у меня-то не было тогда. Нужно было продать дом, нужно было продать машину, нужно было что-то продать, все, чтобы эти деньги собрать, ушло бы время. Приезжает ко мне ночью мой коллега, товарищ мой, динополковник, он делал в борьбе с организованной преступностью из Краснодара, ну и предложил мне свою помощь. Гот, Виктор, давай мы организуем это дело, поможем тебе, я тебе предлагаю свою помощь. Мы у меня с подключим спецслужбы и проведем операцию. Это знаешь, долго не давал ему ответа, я боялся просто. Он мне говорит, ну, у меня заверил, об этой нашей встрече не знает никто. Я знаю вот эти дела, говорит, что они следят, могут следить, говорит, поэтому он приехал ночью, он говорит, я смотрел, говорит, чтобы за мной кто не ехал, то есть он все это сделал, как надо. И... были взяты деньги из банка, 100 миллионов. С банка? С банка, спецслужбы взяли, это не я. То есть это... Это они, на уровне, это решался вопрос на уровне правительства края, было доложено мэру города, мэру края, о том, что похищены дети, что же такая сумма денег большая. Так и... Ну, в любом случае, это говорит, наверное, о большом просто к вам уважении или доверии. Ну, как, разве каждый, любой может взять деньги в банке? Нет, Саша, не любой, но при совершении такого тяжкого преступления, тем более, как связано дело с детьми и с заложниками, этот вопрос решается. Дело не во мне. Так. Мы... Это... Плюс еще подключились органы КГБ, они со своей спецслужбы тоже выделили людей. И нас три машины, на трех машинах мы выехали туда в сторону Чечни. Время вышло, встречи... Прошу прощения, Виктор, с вами были реальные деньги, полная сумма. Да, конечно. С вами машина. Но. Деньги 100 миллионов мы в машину не положили, в другой машине. Почему? Потому что то, что могло там развиваться событие, это непредсказуемое событие. Могли просто отнять деньги, расстрелять и все. Они, в принципе, Саша, это и планировали. Потом они самыми об этом сказали. И вот мы уже собрались узнать, что уезжать, в горах быстро темнеет. В горах очень быстро темнеет. Вроде сейчас солнышко быстро темнеет. Уже время прошло, уже час после встречи прошел. И мы уже собрались уезжать. И вдруг подлетает к нам восьмерка, буквально подлетает на большой скорости, вплотную к нам. С него, как это один молодой человек, высокий, к нам на заднее сидение прыгает, у него в руках граната, выдергивает чеку от этой гранаты. говорит, вперед. Я говорю, куда вперед, там, пост с ГАИ. Как мы туда поедем? Я вам сказал, вперед. Все, мы через этот пост с ГАИ проезжаем. Это было как раз за полгода до войны с Чечней. Через полгода началась война в Чечне. Там уже, на территории Чечни уже, в принципе, законодательство не действовало, потому что люди все ходили вооруженные, чем кто мог, автоматами, они свободно доносили, милиция на это абсолютно не реагировала, потому что те же самые эти чеченцы. Первое, что они сделали, они осмотрели мою машину. Подошли к моей машине, говорят, где деньги? Ты привез деньги? Говорю, да, привез. Где деньги? Я говорю, деньги я привез. Но мы договорились с вами, как? Детей в обмен на деньги. Так, этого парня, который с тобой, оставляем здесь, это езжа за деньгами. Где-то их оставил. Вы знаете, давайте сделаем так. Мое предложение говорю к вам. Я вам 50 миллионов сейчас дам? Так, но вы покажите хотя бы на расстоянии мне детей, что они живы и здоровы. А ну, почему, так вот я им говорил, да, ты знаешь, когда детей украли, да, когда вы уже позвонили мне, да, я был в таком состоянии депрессивном, да, а у нас работал на предприятии женщина, одна армянка, она за складом работала у меня. И она приходит ко мне, говорит, Виктор Владимирович, у меня есть одна гадалка, гадалка, она, ну, расскажет вам, ну, такая, ну, все знает. Ну, хорошо, пойдем. Он говорит, возьмите свою фотографию, фотографию сына своего. Я взял, Сереже было тогда 15 лет, так раз, когда это все случилось. Мы пришли к этой гадалке, она посмотрела на фотографию, ходила, ходила, думала, потом подходит ко мне и говорит, не могу тебе ничего хорошего сказать, твой сын мертв. У него вот отрезана голова, и руки сзади связаны. Я даже жене об этом не сказал. Знаешь, я настолько пережил, думаю, сейчас еще я скажу, это вообще убьет ее. Они не согласились нам показать детей. Не согласились. Не согласились. То есть детей не было с ними. А, нет, детей, ты знаешь, уже когда они мне не показали второй раз детей, в моей душе, знаешь, уже закраска, конкретное сомнение, что они живут, его уж нет швык. Я возвращаюсь, обратно туда, к этой группе, которые меня уже ожидали. Я говорю, вы знаете, у меня такое чувство, полгода, говорю, детей нет в живых, Потому что, ну, я предлагаю конкретные деньги, тем более, мы с ними договорились, заранее, говорю. Но я не знал, понимаешь, всего хода событий, они же мне не все докладывали. В этот момент шла операция, другого характера. Тогда у Дудаева был, Дудаева был президент Чечни, и у него был полковник милиции, начальник службы безопасности, и с ним велись переговоры уже, с ним и с Дудаевым об этом случае, чтобы они в свою очередь тоже помогли. Еще войны не было с Россией на тот момент, за полгода войны. Был один человек, который в Москве, один профессор, который делал Дудаеву водоснабжение полностью по Чечне. Он лично был знаком с ним, через него связались, нашли личные контакты с Дудаевым. То есть, я чтобы уточнить, получается, что просили помощи со стороны Дудаева, чтобы он помог? Да, потому что они регионально, служба милиции тогда еще, она входила регионально в Кавказский регион. И отдел по борьбе с организованной преступностью, который находился в Краснодаре, он как раз объединял три области. В этот момент, в этот момент, пока мы вели эти все переговоры, уже вторая группа со стороны чеченцев приступила к слежке за этими. Когда мы пошли на третью встречу, третья встреча была уже ночью, уже наступила глубокая ночь. Вы имеете в виду в это же самое время, в течение тех же суток? Все это происходит, вот это все, Саша, это долгое рассказываю, но все это происходит, вот время буквально, вот я переговорил, я не знаю, сколько по времени, час-два там с ним разговаривал, до чего мы не достигаем, они угрожают с этими автоматами, знаешь, нагнетение ситуации, все сводится деньгам. Деньги, давай деньги все. На следующий день, на следующий день, когда они переезжали с одной квартиры в другую, эти преступники, так их вычислили, догнали, начали перестрелка, их положили всех и захватили их всех. То есть это уже действовали со стороны Чечни, да? Это была совместная операция для чеченцев, и дагестанская группа была наша, кавказскому, краснодарцы. Значит, их вертолетами, сайдные вертолеты и в Краснодар, самих арестованных вместе с конвоирами. А мы должны были уходить оттуда через как раз с Хасавюрта на Буйнакск. Это безлюдная дорога по степям, И там очень, ну, она считается бандитской дорогой, там масса всяких преступлений совершается. Так, она говорит, не останавливайтесь нигде, потому что, кто его знает, какая будет группа за вами послана, вот мы не знаем. Приехали мы в Краснодар обратно, меня поместили в гостинице рядом с МВД, с управлением тренеми-делом. И вот ты знаешь, я не знаю, что с моим сыном, я еще не знаю, знаешь, что эти арестованы, но жив мой сын, не жив мой сын, я не знаю. И вот тогда, вот до этого момента, ты понимаешь, до этого момента, вот до этого момента, когда я оказался в гостинице сам с собой, да, уже наш этот ажиотаж уже от этого, этих встреч уже прошел, где я мог еще надеяться на свои какие-то силы, там физические, на свои какие-то возможности. И раньше сам сейчас считал, что я чего-то достиг, знаешь, какие-то там деньги заработал, что-то там физически здорово, да. В этом моменте знаешь, все отказало, Саша. Уже все, я понял, надеяться, но не на кого. Я закрылся в своей комнате, да. И ты знаешь, ну я не кричал, я, наверное, вопиял, Саша. Я говорю, Господи. Конкретно к Богу обращались. Говорю, Господи. Я не знаю, говорю, Господи, есть ты, нет у тебя, но я, Господи, знаю, что ты есть. Я тебе прошу, помоги мне, забери, говорю, мою жизнь. Это я, говорю, остался, прошу тебя, Господи, сына моего, оставь. Ты знаешь, так кричал, стоял на коленях, долго молился. Я не знал, как молиться тогда еще. Потому что мог, то и говорил Богу. Пока это все происходило, ты знаешь, я не знал, что в этот момент идет операция по освобождению моего сына. Время вашей молитвы? Да? В этот момент уже шла операция, спецслужбы освобождали, он находился, оказывается, в Краснодаре, его спрятали в Краснодаре под охраной соучастник этого всего преступления и спецслужбы уже вели операцию по освобождению. И утром мне сообщили, что сыну уже отправлен на машине домой в сопровождении охраны. Я так благодарен был Богу, Саша. Знаешь, вот впервые, впервые, как тебе сказать, наверное, за всю свою жизнь я так вот встал на колени, да, и закричал к нему. Это был, знаешь, что... Ну, я не могу тебе даже сейчас все это объяснить. Это просто, блин... Ну, и расскажите просто хотя бы несколько минут о своей встрече с сыном, где вы уже в Краснодаре с ним встретились? его под охраной тут же он же был разден, он же был в одних плавках. Как его сняли? Я оставался. он же, ну, что там, на пляже. Так. Как долго вы не виделись вообще? Три недели. Возвращался домой, приехал домой сыну. Встреча радостная, конечно. Конечно, охлаждения было. Счастья много. Слава Богу, ты знаешь. Тогда, Саша, тогда, в те времена очень было распространено и позже, после моего сына, кражи людей и с целью выкупа. Но на тот момент в Краснодаре это было одно из первых дел, и оно, наверное, все-таки войдет в летописи, я думаю, в спецслужб, потому что в принципе ни с одной, ни с другой стороны не было убитых. То есть, операция была проведена грамотно, операция была проведена правильно со стороны спецслужбы. То есть, они провели ее очень хорошо на должное, на высоком профессиональном уровне. Ну, наверное, все эти события уже направили вас к Богу определенно. просится так сказать. Если бы было бы так, Саша. Пуля зашла здесь у меня, вот здесь она у меня вышла, у меня сейчас пластина стоит. Вот она смерть. Мы ее не видим этого постороннего мира. Он есть. Это реально существует. Товарищ, он был заслуженный учитель России, Костя Постоледия. Он сидел, сейчас его будет напротив меня, у него была вилка, любовь, она у него застыла, у меня рот остался открытым. Я поднялся на гроб, на огромную высоту, я видел какие-то поля, оглядываюсь назад и вдруг вижу себя. Такое чувство, что я движусь вверх. Такое состояние. И вдруг слышу голос. Четкий. Вот как сейчас мы с тобой разговариваем на русском языке. Да, четко, ясно мне говорит. Остановись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин